Сор-Хосе-Круссия Гуаделупа Что ты здесь делаешь? Я не стала тебя предупреждать, хотела сделать тебе сюрприз. Ты не представляешь, чего мне стоило убедить маму и папу, чтобы они разрешили мне приехать. Они даже имени твоего не желают слышать. Они очень сердиты на тебя, Титон. Но постепенно они поймут, что я люблю тебя. Что я должна была тебя увидеть. Что я не могу тебя потерять, любовь моя. Да, Магин, но... Да, я знаю, что должна была позвонить тебе. Но я не стала этого делать, чтобы доставить тебе радость. Ты не рад мне? Ты не рад? Рад, конечно. Но сейчас у меня такой момент. Ты понимаешь... Я всё знаю. В лифте я встретилась с одной из ваших соседок. Она рассказала, что Чьяна ушла из дома. И это неудивительно. В Калифорнии я видела её журнал. Это ужасно. К счастью, мама и папа её не видели. Иначе я даже думать не хочу, что они стали бы говорить. Особенно из-за фото на центральной странице. И ещё на последней. Бог мой, я не понимаю, как Чьяна только решилась. Титан, твоя сестра сошла с ума. Да, она совершила ошибку. Это всё очень глупо. Глупо? Да это просто безумие. Она по уши влипла. Кстати, соседка не знает, Чьяна ушла сама или её выгнали. Всего понемножку. Но твой отец её не выгонял. Соседка сказала, что он живёт в отеле с любовницей. Послушай, маги, неужели всё это тебе рассказали в лифте? Вы катались с 1 до 16 и обратно? Нет, не преувеличивай. Послушай, сколько всего произошло в твоей семье. Да. Это было ужасно. Главное, что у нас всё прояснилось. Мы завершим то, что не закончили. А зачем чемодан? Ты куда-то едешь? В университет? Вот что, маги, нам надо поговорить. Нет, Титан, нам не о чем говорить. Я согласна на всё. Я уеду с тобой в Чикаго и буду жить с тобой где угодно и как угодно. Главное – пожениться. Маги, об этом я и хотел с тобой поговорить. Я женюсь сегодня. Что? На ком? На Марикузе. Бог мой, Титан. Тебя заставили, правда, любимый? Нет, маги. Я сам так решил. Я люблю Марикузу. Я боюсь, Чен. Мне очень страшно. Алехандро всё-таки застал меня. Что? Вчера он пришёл и застал меня в отключке. Даниэла, я тебя предупреждала. Я говорила, что это произойдёт. Ты сошла с ума, Даниэла. Пожалуйста, не ругай хоть ты меня. А чего ты хочешь? Чтобы я вручила тебе премию? Девочка, так случилось, потому что ты ведёшь себя как маленькая. Пристраститься к такой гадости. Конечно. Алехандро должен был тебя застать. Он врач. Рано или поздно он должен был догадаться. Бедный кузен. Я представляю, что с ним было. Уверена, он был в отчаянии. Нет, наоборот. Поэтому мне так страшно. Из-за реакции Алехандро. Это было ужасно, Чена. Господи, он был холоден, жесток. Он глубоко ранил меня своими словами. А главное, он не захотел верить моим обещаниям. Он не верит, что я могу от этого избавиться. Он не верит мне. Даниэла, это не так легко? Знаю. Но я смогу. И всё-таки он мне не поверил. Он сказал, что сам будет лечить меня. Что заставит меня мучиться. Заставит пройти через ад. Господи, я не представляю, что он хочет со мной сделать. Даниэла, всё что угодно. Ты должна слушаться его. Но Чена. Он знает, что делает. Если он сказал, он вылечит тебя. Знаешь, тебе всё-таки повезло, что он твой муж. Другой на его месте. Просто бы бросил тебя. Нет. Ты должна делать всё, что он скажет, Дани. Но. Что но? Ты не знаешь, как я себя чувствую, Чена. Иногда мне нужно забыться. Хотя бы иногда. И если я этого не сделаю, мне кажется, я могу умереть. Бог мой, ты привыкла, а я тебя предупреждала. С самого первого раза, когда ты попробовала травку, я тебе говорила. Но ты меня не послушала. Ты решила, что сможешь себя контролировать. И вот посмотри, что ты натворила. Этот порог засасывает. У всех всё одинаково. Да, они. Начинают со слабодействующих. Принимая наркотики только из любопытства. А заканчивают сильно действующими препаратами. Как ты сейчас. Боже мой. Да что же это такое? Я пришла к тебе со своими проблемами и вижу, что тебе ещё хуже. Что случилось? Мама узнала про журнал. Нет. Да. Эстер ей показала. Это старая сплетница. Мама очень рассердилась. Хотела держать меня на привязи, но я ей не позволила. Я этого не вношу. И что же? Я ушла из дома. Куда Чена? Я переехала к Фучу. В его доме. Но знаешь, этот дом очень странный. Он занимает его вместе с другим фотографом. То и дело, туда приходят модели. А кроме того, проблема совместной жизни. Ты же понимаешь, каждый день просыпаться с одним и тем же человеком. Делить с ним все и радостные, и грустные минуты. Знать даже то, как он чистит зубы. А в этом нет никакой романтики, подружка. Одно дело быть вместе с человеком некоторое время. Провести с ним одну или две ночи, а другое жить вместе с ним постоянно. Чена. Хуже всего, что ты, наверное, не сможешь закончить учебу. Почему это? Закончу. Я выучусь на адвоката. Хотя, скорее всего, я поменяю университет. Знаешь, Фучу хочет, чтобы мы переехали в Калифорнию. И приняю участие в конкурсе «Мисс Куколка года». Чена, ну там надо сниматься без одежды. Даниэла, господи. Ты как мои старики. Я уже родилась однажды. Первый раз это довольно сложно, а потом все воспринимаешь вполне естественно. Чена, не делай этого. Подумай. На самом деле, меня это не очень интересует, но... Фуча спит и видит этот конкурс. Если тебе это не интересно, не участвуй. Послушай, брось своего Фучу и переезжай сюда. Я поговорю с папой, уверена, он согласится. Спасибо, сестренка. Я тебе очень благодарна. Но мне хорошо с Фучей. Я должна идти. Пока. Не уходи так быстро. Почему ты так рано уходишь? Сегодня у тебя это на свадьба. Мой брат женится. Какая ты красивая. Как тебе идёт это платье. Как только я увидела это платье, я не сомневалась, что она будет прекрасна. Это Титан помог мне выбрать. Оно ему очень понравилось. Сразу видно, у этого парня хороший вкус. Во всём. А ты, Чучу, ничего мне не скажешь? Конечно. Даже со своим животом ты самая прекрасная невеста на свете. Ты прав, она прекрасна. И остальные женщины этого дома не отстают от неё. Ты только посмотри. Ты видел, как красива Изолина? Правда. Изолина вы сегодня очень элегантная. Возвращая комплимент, надо сказать, что и мужчины не подкачали. И Сидора, и Чучу прекрасно выглядят. Спасибо. Мы не хотели отличаться от таких прекрасных дам. Вы обратили внимание на мать невесты? А Гедита, вы сегодня такая красивая. Вы мне льстите. Но это правда. Вы потрясающе выглядите. Спасибо. А вот и посажённый отец со всей компании. Какие же красивые у меня сёстры. Бог мой. А невеста, дорогая, ты просто прелесть. Ты тоже очень элегантный. Заметила? Рита выбирала мне галстук. Он очень красивый. По такому случаю я должен был одеться, как настоящий сеньор. Представьте, Эвелио чуть не упал, увидев меня сегодня. Он даже сфотографировал меня. Я увеличу снимок и повешу его на стенку. В своей парикмахерской. Правда, Коккито? Чео, тебе бы следовало одеваться так почаще, а не ходить в своих шортах и невообразимых кепках. Как ты это делаешь? Представь, если я буду стричь людей в таком виде. Ну ладно. Хватит разговоров. Едем, а то опоздаем. Нет, ты останешься с Марикузой. Невесты всегда должны приезжать попозже. Поэтому мы поедем вперед. Значит, у меня есть шанс выпить бутылочку пива. Пожалуйста, Чео, неужели ты опять напьешься? Неужели ты не можешь прожить без выпивки? Ладно, едем, Агеда. Постойте, а кто отвезет Риту? Я могу ее отвезти. Ты повезешь Марикузу, а я Изолину, Агедиту, если хочешь... В машине больше нет места. Если хочешь, я ее отвезу, Чео. Я зайду за ней. Тогда забери ребенка и отдай его Рите. Боже мой. Надо выходить. Гости, наверное, уже подъезжают к церкви. Пока, Кукито. Жди меня в церкви, сынок. Посмотришь, как я буду идти. Ты будешь гордиться своим отцом. Ты еще увидишь, какой у тебя отец. Отец. Выражение ее лица будет преследовать меня всю жизнь. Но что она сказала? О чем вы говорили? Говорил я. Она только слушала. Что произошло между вами? Ты был в таком отчаянии. Ты почти ничего не рассказал мне? Я был с ней очень нежен. Я обнял ее. Прижал к себе. Хотел, чтобы она почувствовала, как мы близки. Но с самого начала я видел ее отстраненность. Казалось, она меня боится. Она попросила тебя уйти? Нет. Вначале нет. Она только слушала и смотрела на меня. Я говорил. Вспоминал счастливые минуты, которые мы пережили вместе. Все прекрасное, что у нас было. Но я не достучался до ее сердца. Альфредо, ты не мог ожидать слишком многого от одного визита. Пойми, сознание выдалупо нарушено. Поэтому нам пришлось поместить ее в лечебницу. Она изменилась. Витает в пустом пространстве. Без воспоминаний. Нет, сейчас все не так, как раньше, когда она потеряла память. Она знает, кто я. Она меня помнит, очень хорошо помнит. Но она помнит только самое плохое. Правда? Ты уверен? Да. Она помнит, что я причинил ей страдания. Что я обидел ее. Что был жесток с ней. Ну, как же так? Я не понимаю. Ведь после рождения сына вы виделись? Нормально общались? У нее не было страха перед тобой. Я бы сказала, Лупа не была на тебя обижена. Не знаю, как тебе объяснить. Я сам не понимаю. Но странным образом, в сознании Гвадулупа больше нет Альфредо, который любил ее. Она его стерла. Там остался только дьявол, который принес ей много мучений. Не терзай себя. Конечно, это было неприятно. Но забудь об этом. Возможно, у нее был один из тех дней, когда любая вещь могла вызвать кризис. Возможно, в следующий раз все будет по-другому. Да, это Бог. Дай Бог, чтоб так и было. Ты ведь говорил, что идешь на свадьбу у Мари Козы и Титана. Да, ты права. Но мне не хотелось бы идти одному. Почему бы тебе не пойти со мной? Конечно. Я пойду с тобой. Правда? Да. Счет, пожалуйста. Будьте любезны. Папа сказал, что если у него не будет проблем по работе, он тоже приедет. Карлос? Антонио. Ты должен привыкать к мысли, что мой отец Антонио. Мне тоже пришлось привыкать. В чем дело, Карлос? Антонио, я так обеспокоен, так встревожен. Я знал, знал, что не справлюсь, если организация будет на мне. Да что с тобой? Ты действовал просто блестяще. Ты принимал удачные решения. Антонио, это был не я. А кто же тогда? Луиза. Да. Ипотека зданий в Майами-Бич. Покупка оборудования для консервного завода. Капиталовложения в Латинской Америке. И даже последняя игра на бирже ценных бумаг. Все, все делалось по ее указке. Это все Луиза. Я не могу влететь в себя. Но ведь Луиза сумасшедшая. Не знаю, не знаю, Антонио. Я совсем растерялся. В делах у нее ясный ум. Она изучает документы и прекрасно рассуждает. Ты же меня знаешь. Это она навязала мне свои решения. И все они оказались верными. Ты же сам говоришь. Ну, это... Удивительно, Карлос. А вдруг это случайность? Нет. Луиза такая же, как и раньше. Она умна, агрессивна. Рвется в бой. Она за секунду делает то, на что мне требуется несколько часов. И всегда хладнокровно, расчетливо. Никаких угрызений совести. Такая же, как раньше. Это невероятно. Но, с другой стороны, она иногда говорит глупости. Она разговаривает со мной о Бабеле, как о живом. Как будто бы она постоянно с ним общается. Иногда она ссорится с дельфиной из-за продажи каких-то железных дорог. Карлос, по-моему, ее надо показать психиатру. Пусть ее посмотрит доктор Феррер. Антонио, только не психиатру. Я боюсь, что Луиза расскажет ему, что она проговорится. О чем? Чего ты боишься? Антонио, Луиза призналась мне в ужасных вещах. Анда, убийство семьи Мендоса. Нет, еще хуже. Хуже? Она убила жену своего брата. Боже мой. Она своими руками утопила ее в бассейне. И еще она приказала убить Сгеля, чтобы занять его место в компании. Этот контракт вы искали? Да, Кочита. Как хорошо, что ты его нашла. Когда вы объяснили, о чем идет речь, я не сомневалась, где искать. Ты прекрасный сотрудник. Ты стала моей правой рукой. Спасибо. Честно говоря, я... Ты очень организованный человек. Если бы не ты, этот офис не смог бы функционировать. Да. Потому что Лупы нет, а сеньор Мальдонадо... Вы же знаете, у него нет характера, чтобы руководить. Да, действительно, пока Гвадалупа не вернется, никто не сможет занять это место. Сеньора Луиза, вы? Да, я. Я снова здесь. Теперь я буду руководить организацией. Я возьму на себя образное правление в организации Самбрано. Луиза, а у вас дома знают, что вы ушли? Карло знает, что вы здесь. Что за идиотский вопрос? Рикардо, мне не за чем отчитываться или просить разрешения у кого бы то ни было. Это моё, и я здесь командую. Но ваш муж главной управляющей организации. Был. Я только что перевела его на старое место в бухгалтерском отделе. Скоро он получит уведомление. Но, сеньора... У меня миллион дел. Рикардо, пожалуйста, мне нужны списки сотрудников, особенно руководящего звена, и побыстрее. Я должна вместе с вами проверить, кто на каких постах. У нас будет много изменений и много увольнений. Поторопитесь. Но, сеньора, дело в том, что... Рикардо, вы имеете что-то против? Нет, ничего. Извините. Хорошо. Тогда чего вы ждёте? Выполняйте моё распоряжение. Сегодня же надо произвести необходимые изменения. Сеньора, позвольте вам заметить, что понадобится время, чтобы проанализировать ситуацию на предприятиях. Пока здесь была года лупы, она добилась восстановления и стабилизации дел. Затем Карлос проделал великолепную работу, приняв очень верные решения, которые привели... Эти решения приняла я. Качита, по-моему, ты должна сообщить о том, что происходит. Рикардо, сейчас организация пассивна во всём, что касается товара оборота. Такого никогда не было на предприятиях Самбрано. И с сегодняшнего дня мы начнём действовать. Мы выйдем на переднюю линию борьбы, как раньше, когда организация была в моих руках. Мы подавим конкурентов, мы их сотрём. А для этого все средства хороши. Надеюсь, вы понимаете, что мне нужны энергичные люди, способные выполнить мои задачи любой ценой. Мне не нужны тихие голубки. Я предпочитаю ястребов. Да, и ещё мне нужны бюджеты. Это очень важно, бюджеты. Я их здесь не вижу. Я принесу они в папке. Минуту. Что ты здесь делаешь? Я секретарь Гваделупы, и сейчас я работаю с сеньором Альдонадо. Да? Да. Так вот, ты осталась без работы, начиная собирать вещички, чтобы сегодня же её здесь не было. К пяти часам она должна быть уволена. Заплатите ей всё, что положено. Где может быть сеньора Луиза? Сеньора Дельфина, вы не знаете? О ком? О сеньоре Луизе. А кто это, Луиза? Сеньора Дельфина. Это ваша дочь. Моя дочь Гваделупа. Она действительно хорошая девушка. Милая, добрая. А та, что ты назвала, нет. Гваделупа, ваша внучка. А ваша дочь, ваша единственная дочь, Луиза. Луиза? Луиза, да, конечно. Ты не умеешь говорить. Вечно всё путаешь. Вы знаете, где она? Понятия не имею. Я готовлюсь к игре в монополию. У меня есть две крупных собственности. Когда мы начнём игру, я построю дома и отели, а потом поменяю их на железные дороги. Сеньора Дельфина, вы строите ловушки. А это нехорошо. Она занимается тем же. Она хочет продать мне железные дороги за пять миллионов долларов. А я не стану их покупать. Ты нашла её, Сира? Нет, её нет во всём доме. Я везде посмотрела. Прямо с ног сбилась. Облазила все углы. Смотрела под кроватями, в туалетах. Нигде нет, как сквозь землю провалилась. Её нет нигде. Сеньора Луиза пропала. Но где она может быть? О ком вы говорите? Кто потерялся? Кто? Сеньора Луиза. Она, наверное, ушла с Абелем. Она только и делает, что разговаривает с ним. Он постоянно приходит и играет с нами. Но Абель выигрывает у Луизы. Ему она не строит ловушек. Надо позвонить сеньору Карлосу. Поищите её в бассейне. Она там. Ей нравится разговаривать только с Абелем и с женой Эзекиэля. Боже мой, где она может быть? Что ещё пришло в голову сеньоре Луизе? Простите, сеньора, но заменить всех этих людей за один день невозможно. И сопряжено с большой неразберихой. Мне не нужны эти люди. А они не подойдут для новых начинаний. А кроме того, работников в избытке и всем им переплачивают. Надо уменьшить зарплату. Здесь не богодельня. Это бизнес. Мой бизнес. Бизнес моей семьи. И, как всегда, мне одной приходится отстаивать интересы всех. Луиза. Извините, я просто не знаю, как себя вести в такой ситуации. Да, Качита нам объяснила. Рикардо, оставь нас, пожалуйста. Рикардо, не забудьте, к пяти часам все распоряжения, которые я вам дала, должны быть выполнены. Завтра мы проводим встречи. И еще мне нужны годовые балансы предприятий. Срочно. Луиза, успокойся. А кто здесь нервничает? Это ты будешь нервничать, когда получишь уведомление об увольнении. Я не откажу себя в удовольствии составить его лично. Луиза, перестань. Довольно. Поедем домой. Что ты говоришь, Карлос? Я только что пришла. У меня впереди целый рабочий день. Завтра, дорогая, сейчас ты должна отдохнуть. Замолчи. И не обращайся со мной, как сумасшедший. Боже мой. Ты должен показать ее врачу. Никто никуда меня не повезет. И тем более к врачу. Мне это не нужно. Оставь свои советы. В нашей компании они больше не нужны. Потому что ты уволен, Антонио. Теперь ты вне игры. Советую своей любимой Гваделупе. Ступай. Ты ей действительно нужен. Ступай же. Ты помешалась, Луиза. Ты отдаешь глупые приказы. У тебя нет права... Я не сумасшедшая, Антонио. И у меня есть права. Организация целиком и полностью перешла в руки моей семьи. Раз дочь из Экиэлли не в состоянии, значит, остальные члены семьи Самбрано должны управлять компанией. Ты знаешь, у меня есть законное право. И я им воспользуюсь. Она права. Но, Антонио, она не может... Помолчи, Карлос. Уходи, Антонио. Не вынуждай меня звать охранников. Очевидно, ты действительно в состоянии мыслить и здраво рассуждать. Но предупреждаю, пока не будет соответствующего медицинского заключения, ты не сможешь занять ни одного поста в организации. Понятно. Я пройду любое испытание. Нет, Луиза. Нет, тебя обследуют, проведут тестирование. Ты можешь проговориться, ты скажешь то, чего не должна говорить. Как плохо ты меня знаешь. Ты неудачник. Я куплю тебе новую коллекцию марок на смену той, что украли. И тапочки, чтобы тебе было удобнее с ней заниматься. Антонио, я хочу пройти тестирование как можно быстрее. Хорошо. Я поговорю с доктором Феррером. Это будет последнее дело, которое поручают тебе Сомбрано. А потом я лично займусь твоим увольнением из компании. Ты мне не нужен. Я одна сумею раздавить Оливию Мендоса. Черт возьми, адвокат Оранго. Я впервые вижу, что вы волнуетесь. У меня есть причины. И, видимо, серьезные, раз они сумели разбить ту маску, которой вы всегда прикрываетесь. Вчера вечером у меня кое-что сорвалось. Могу я узнать, о чем идет речь? Какое это дело? Личное дело. Казалось, оно не составит труда. Я использую профессионалов, которых знаю очень давно. Возможно, в следующий раз. Со мной не бывает следующего раза. Те, кто ошибся, заплатили за свой промах. Не волнуйтесь, Оливия, и простите мне мое состояние. Скажите, зачем вы мне позвонили? Я хочу, чтобы дело с Гвадалубо было поскорее завершено. Я это предполагал. Сегодня у меня встреча с сестрой Ракель. Скоро эта дельца будет устроена. А вы полностью доверяете этой медсестре? Я никому не доверяю. Но почему вы спрашиваете? Потому что Альфредо навещал Гвадалубо. И его пропустили. Он сам мне рассказал о Ранго. Он сказал, что заплатил, чтобы пройти к ней. Он пробыл с ней два часа. Но, к счастью, у этой проклятой случился кризис. Просто не верится, что эти люди вас подвели. Больше всего я не хотела, чтобы Альфредо имел доступ к Гвадалубо. Ах, эти женщины. Оливия, тот, кто продается однажды, продается всегда. С той лишь разницей, что я слишком хорошо плачу. Альфредо, скажите им, что мы не позволим им брать деньги от других. Они должны служить только нам одним. Не волнуйтесь, я так и сделаю. Кстати, я хотел вам сообщить, что скоро состоится аукцион земель, которые так нужны Сомбрану. Если кто-то перекупит земли, значит, их планы по увеличению апельсиновых плантаций сорвутся. Меня это очень интересует. Держите меня в курсе. После того, как мы нанесли им последний удар, им пришлось побегать в поисках наличных денег. И тогда они заложили несколько зданий в Майами-Бич, а вы предоставили им ипотеку. Хорошо, займитесь этим. Вы ловко обделываете подобные дела. Все, что вы предлагаете в целях подрыва бизнеса этих людей, находит у меня поддержку. В личном плане с ними покончено. Луиза сумасшедшая. И им не удастся подняться. Они никогда не станут теми, кем были раньше. Нам осталось только устранить Гваделупе. Потому что самое главное уже сделано. Ее проклятого сына больше нет. Как вырос этот малыш. Он поправился, да? Да, он хорошо поправляется. Я понесу сумку с пеленками. Спасибо, дорогой. Ты просто ангел. Вокруг тебя светлая аура. От тебя исходит свет, который постепенно переходит в голубую дымку. Мальчик, какая светлая у тебя аура. Ты ангел. Аура у меня? Да, и не волнуйся. Это вполне естественно. Я это вижу. У меня есть силы. Я ведь ясновидящая. Разве ты не слышала разговоров об ясновидящей с восьмой улицы? Бог мой. Наверняка она ему уже что-то наплела. Какой стыд. Успокойся, Агидита, ничего страшного. Чучу католик, он не верит в эти сказки. Изолина. Но она же делает себе рекламу. Кончится тем, что мы увидим эту женщину в церкви, раздающей визитки со своим адресом. Это кощунство. Не преувеличивай. Это не так страшно. Нет? А эти сеньоры, кто они такие? Я их не знаю. Наверное, родственницы Титона. Прекрасно. По крайней мере, будет хоть кто-нибудь из его семьи. А если одна из них его мать, кто же из них? Не знаю. Ну, как хорошо они одеты. Сразу видно, это состоятельные люди. Да, очень элегантные. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте вам представить, это Анжела, моя тетя. Очень приятно, сеньора, очень рада. А это Эстер, друг нашей семьи. Очень приятно, Эстер. Очень приятно. Это Изолина, тетя Марикузы. Рада познакомиться. Это Агидита, мама моей невесты. Да? Очень приятно. Смотрите, кто идет. Инус. Одну минуту, я сейчас. Это его мама? Нет, ну что вы, это служанка. Его мать не придет. Будьте уверены. Как жаль. Смотрите, кто идет. Это Серхио, отец Титона. Я знала, что он его не подведет. Да, мы с ним знакомы. Да, он бывал у нас в доме. Вот как? Да. А девушка его спутница? Это их родственница? Нет, что вы. Это потаскушка его любовница. Малыш, как ты меня представишь? Дорита, только не называй меня малышом при этих людях. Забудь. Похорони это слово. Ты считаешь, что я не умею себя вести? Малыш, не обижай меня таким отношением. Не отравляй мне этот день. Пусть все будет спокойнее. Не омрачай мне этот день. Ладно, малыш, посмотрим, как ты будешь со мной обращаться при этих людях. В чем дело? Зачем ты меня предупреждаешь? Послушай, уважение, само собой, но ничего лишнего, Дорита. Добрый день. Здравствуйте. Сергио! Что это с ней? Моей сестре надо позаботиться о церемонии, о кое-какие детали, понимаете? Конечно. Как дела, Изулина? Все хорошо, спасибо. Анжела, как ты? Спасибо. Привет, я Дора. Малыш, представь меня. Сейчас. Это Дора. Как дела? Отец, как я рад тебя видеть. Как я мог тебя подвести в такой момент, в такой ответственный момент твоей жизни? Любая проблема в семье, в любви, в делах, я все устрою. Конечно, я больше занимаюсь отношениями в области чувств. Любовь, это самое большое и сильное чувство. Так что, если у тебя любовный не урядится, не волнуйся, я тебе помогу. К сожалению, я поздновато с вами познакомился. Никогда не бывает поздно, сынок. Ты еще очень молод. Я могу порекомендовать тебе ванны с настоем рогов олень. Они имеют неприятный запах, но действуют безотказно. Ну, ладно, я пойду в церковь. Помните, сумка с пеленками у меня. Что с тобой, ты увидел привидение? Нет, просто здесь человек, с которым я не хотел бы здороваться. Даже видеть его не хотел бы. Альфредо? Альфредо? Привет. Как дела? Как давно мы не виделись. Ты меня не представишь? Да, конечно. Это Диана. Ты заметила? Альфредо с Дианой. Правда, говорят, где был пожар, пепел остается. Я Рита, жена Чео. Мой муж будет посаженным отцом на свадьбе. Я была у вас дома, делала чистку. А, да? Да. И мне придется прийти еще раз. Я и сновидище. Для меня не бывает секретов. И скажу тебе, в вашем доме надо проделать большую работу. Рита. Да, представь себе, когда я ушла, мой муж упал в обморок, потому что его одолели злые духи. Рита, пожалуйста. Альфредо, ну что с тобой? Чей это ребенок? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова